Девушки отдыхают Кто увидев паучка дрожит, кто от стрекозы убегает Сейчас я вам расскажу жуткую историю, которая приключилась с девочкой Анютой Слушайте и трепещите Анюта очень боялась всяких букашек-таракашек Увидит мотылька и сразу под стол прячется Ой, мамочки Увидит муравья и сразу на дерево лезет Ой, папочки И вот однажды, когда младший брат Вовка-Карапуз ушел гулять Попросила мама Анюту помочь с уборкой в доме Достань-ка, Анюта, пылесос из кладовки и почисти ковер в гостиной Как же Анюта в кладовку пойдет? Там же паук в своей сети плетет Медленно Анечка дверь приоткрыла Ужас кошмарный она ощутила В этой кладовке ни сги не видать Как пылесос ей оттуда достать? В страшную сеть пауку не пойду Я пылесос и на ощупь найду Приоткрыла Анюта дверь кладовки только чуть-чуть Чтобы паук ее не заметил И стала доставать не глядя все, до чего дотянется Сначала достала папину лыжу Потом достала глобус А потом нащупала электрический шнур Потянула за него И вместо пылесоса на нее из кладовки Выпали поломанная лампа, гладильная доска И старый велосипед без переднего колеса Ой, сказала мама Оказывается, клад в кладовке есть, а пылесоса нет Ну тогда пойди на кухню, мусор вынеси Только не мусор, ведь там таракан Страшный, усатый, злодей-великан Он нашу девочку мигом сожрет Брюхо погладит и сытый кнет В волю собрав и последние силы Вот что Анюта сделать решила Мусор схвачу и скорее бежать Тогда таракан у меня не сожрать Схватила Анюта мусорное ведро Рванулась к двери А за ней со страшным хрустом и жутким скрежетом По стабуреткам, стульям и столу По всей кухне Мусор из ведра посыпался Ну что ж, сказала мама Если мусор оказался такой невыносимый Сходи на балкон, полить цветы Это ужасное слово балкон Там на балконе большой махаон Он паука с тараканом страшнее Все потому, что летать он умеет Сверху набросится слева и справа И на него не найдется управы Ладно, тихонько к цветам подкрадусь Может, кувшином с водой отобьюсь Начала Анюта цветы поливать А бабочка взлетела И давай махать своими махаоньями крыльями Сметнулась девочка в один угол балкона Два горшка уронила Сметнулась в другой Кувшин с водой потеряла Юркнула домой И под стол забилась Лужи воды и земля на балконе Хлам из кладовки и мусор вокруг Кто сотворил это все беззаконье? Кто? Махаон, таракан и паук? Вздохнула мама грустно И пошла пол на балконе вытирать Собирать мусор на кухне И ковер пылесосить Тут младший брат Вовка Карапуз С улицы вернулся и сразу к Анюте Смотри, какая божья коровка у меня есть Хочешь погладить? А ты ее не боишься? Спросила Анюта Вот еще Жучков боятся в лес не ходить Вон она какая махонькая А я вон какой огроменный Сказал Вовка Карапуз И тогда Анюта поняла Жучки, паучки и другие козявки Опасными нам только кажутся, братцы Они ведь размером чуть меньше булавки Мы в тысячу раз больше Чего их бояться? Один мальчик Паша Очень боялся всяких сказочных злодеев Бывает, начитается сказок Но представляет себе всякого А потом боится Да еще других детей Сказочными страшилами пугает Сейчас я расскажу вам Какая жуткая история из этого вышла Однажды четвертый Б пошел в поход Выбрали место Поставили палатки Собрались у костра А Паша и говорит Зря мы здесь стали В этом лесу, как пить дать Баба Яга живет Вот увидите Она нам еще покажет Посадит кого-нибудь на лопату И в печь засунет Ему, конечно, не поверили А на утро Ужас! Кто это? Пашу комары искусали Да так, что его и не узнать Вот видите! Кричит Паша Это Баба Яга Комарам припадала Чтобы они из меня Все кровь выпили Над ним, конечно, посмешались А девочка Света Дала ему свой спрей от комаров Вечером Паша от комаров Свою палатку набрызгал и говорит Вот увидите Этой ночью стопудово Баба Яга придет Всех нас съест И на косточках наших покатается И точно Ночью страх-то какой Как загромыхала Как засверкала И на утро Пашины сапоги Были полные воды Это все Баба Яга Дождь наколдовала Кричит Паша А сам воду из сапог выливает Над ним, конечно, все посмеялись Не надо было сапоги снаружи оставлять А мальчик Дима Дал ему свои запасные сухие кеды Собрались ребята в лес за малиной А Паша говорит Я с вами не пойду Потому что в этом темном лесу Баба Яга живет В избушке на курьих ножках Вокруг избушки забор Из лыж пропавших лыжников стоит А на заборе корзинки Заблудившихся грибников висят Над ним, конечно, все посмеялись А девочка Таня Дала ему котелок И мешок крупы Тогда кашу вари Говорит Вернемся Будет на обед каша с малиной Вернулись ребята из леса с малиной Смотрят Паша спит Каша в котелке подгорела А огонь из костра выскочил И по жухлой траве К палаткам подбирается Дети огонь затоптали Пашу растолкали И говорят Что же ты за огнем не усидил И кашу проворонил Это не я Это баба Яга Паша на меня сонно спала Чтоб мы ее малину не ели А вот она и сама в ступе летит Пестом погоняет Помелом с Лидой заметает И правда Раздался над лесом шум да гром Ветер засвистел Деревья нагнулись И тут на поляну садится вертолет Голубого цвета Из него дяденька выходит в форме Паша его и спрашивает Вы не баба Яга? Нет Говорит дяденька И даже не Кощей Бессмертный Мы пожарные из МЧС Облетаем лес На предмет возгорания Увидели ваш костер А рядом тот лежит И не шевелится Решили проверить Нет ли пожара Нет Говорят дети То что Пашу костра уснул Это все баба Яга виновата А мы с огнем аккуратно обращаемся Это вы молодцы Говорит пожарный За это вам положено мороженое И бесплатное кино О правилах пожарной безопасности в лесу А Пашу Сонную тетерю Мы с собой возьмем Пусть вертолет увидит Что никакой бабы Яги в лесу нет Высоты-то не боишься Вот с тех пор Паша и понял Что бояться надо не бабу Ягу А лесных пожаров И костер в лесу без присмотра Не оставлять Девушки отдыхают Страшную-пристрашную историю Про то Как одна девочка боялась докторов И вот какой жуткий случай с ней произошел Поздним-поздним вечером Приготовила Сима игрушкам ужин Из пластилина налепила черных-черных котлеток Еще намесила манной-манной кашки Рассадила куколок И дава их подчивать Кусочек за бабку Ложечку за детку Детка за репку Внучка за жучку В общем, накормила Сима кукол своей стряпней А заодно и сама наелась Вот наступила ночь Легла Сима спать Но чет-чет не спится Булькает в животе у Симы Как в болоте Надо бы поскорее про это маме сказать Только боится Симочка Что мама сразу доктора вызовет Это ж такой кошмар Что уж лучше потерпеть А живот все сильнее и ноет Вдруг слышит Сима Совсем рядом Кто-то тяжело так вздохнул Приподнялась Сима на кровати И пытается разглядеть Кто это там у шкафа всхлипывает Вроде нет там никого В углу Только фарфоровая кукла Луиза стоит И тут в лунном свете Заметила Сима Что из стеклянных глаз По щекам Луизы Текут слезы Вдруг под Симкиной кроватью Кто-то тихо застонал Смотрит Сима А там Лежит плюшевый мишка И пищит Ой, животик мой, животик И сразу со всех сторон Игрушки заныли Симочка Вызывай неотложку У нас от твоей каши И котлеты к животу И разболелись Сима вся так и задрожала Какую еще неотложку? Врачи это самое страшное Что есть на свете Если ужасный доктор Приедет на ужасной скорой помощи То сразу пропишет всем ужасное Горькое лекарство Он заставит всех вас показать языки И залезет вам в рот чайной ложечкой А тех, кто будет плакать и сопротивляться Доктор схватит И увезет к себе в больницу Но, видимо, игрушкам было уже все равно Кто, куда их увезет Ой, животики наши, животики Плакали они и не унимались Тут у Сима самой так живот скрутило Что перед глазами поплыли Какие-то оранжевые пятна Зеленые облака А в облаках летели розовые дракончики И ели пончики Сима только успела подумать Вон сколько пончиков съели дракончики И сама куда-то полетела Долго ли, коротко ли Наконец очнулась Сима Потрогала живот Вроде не болит Открыла Сима глаза И еще и не сразу сообразила Как это она очутилась В этой неизвестной комнате С белыми стенами От нечего делать Сима нажал одну блестящую кнопочку Тут, бац, открывается дверь И входит Снегурочка Вся такая чистенькая, беленькая Улыбается Ну, сейчас Новым Годом начнет поздравлять Подумала Сима Какая не ужасная эта больница Подумала Сима Тетя доктор тоже какая-то не страшная И вообще В следующий раз нужно будет не врачи А кого-нибудь другого бояться Вот, точно Не докторов, а поваров Ведь это они Готовят ужасную манную кашу С комочками Сегодня я вам расскажу Страшную историю Про одного мальчика Которого хотели похитить Инопланетянцы Этот мальчик Больше всего на свете любил две вещи Книги Ну, и, конечно, конфеты А книги мальчик читал Не какие-то там детские Про бабу-югу и семеро козлят А настоящие Серьезные Про пришельцев из космоса Про инопланетный разум И прочую фантастику Про гуманоидов А читал он их ночью Под одеялом Потому что инопланетяне За нами наблюдают И все время хотят украсть Того, кто плохо лежит Просто одеяло Очень хорошо от пришельцев защищает Это проверено Еще ни разу Ни один гуманоид Ни одного ребенка Под одеялом не нашел Но вот однажды ночью Мальчик почувствовал Что инопланетяне До него все-таки добрались Совсем рядом с одеялом Послышался В душераздирающий треск Потом Зловещие шаги Тут мальчик услышал Такое ужасное сопение Что сердце у него Прыгало в пятки Мальчику стало страшно Бояться просто так Он выглянул из-под одеяла И бац! Никого не увидел Вокруг была кромешная тьма И вдруг из этой страшной темноты Ударил Страшный луч света Мальчик хотел закричать Но не смог Потому что в луче света Предстал перед ним Чудовищный Нечеловеческий Ёжик Хотя Какой он чудовищный Просто маленький ёжик Учел конфеты Забрался в дом Залез на тумбочку Ну и наступил на выключатель Да этот ёжик Когда лампа зажглась Сам так перепугался Что про конфеты позабыл Мальчик очень обрадовался Что ёжик Совсем не инопланетный И стали они дружить Мальчик ёжика И в центрифуге крутил И в ракете запускал И ёжику всё это нравилось Ёжику Любой эксперимент Нравится Если ты ему потом Конфету дашь Но вот однажды Тёмной-тёмной ночью Совершенно неожиданно Ёжик исчез Конечно Эти гуманоиды Только и ждали Чтобы посетить Подготовленного К космическим перелётам Ёжика А ещё Вместе с ёжиком Пришельцы утащили Все конфеты Мальчик Пересилил свой страх Побежал спасать Ёжика и конфеты И тут он увидел Такое Вот прямо перед домом В песочнице На детской площадке Стоит летающая тарелка Два зелёных инопланетянина Ёжик и мешок с конфетами А дальше Ещё страшнее Ёжик снял костюм ёжика И оказалось Что он и не ёжик вовсе А самый главный гуманоид Мальчик вскрытнул От неожиданности И случилось ужасное Пришельцы так перепугались Что прыгнули в свою тарелку И улетели Правда сразу вернулись Забрали конфеты Снова испугались И опять улетели И тогда мальчик понял Что зря он их боялся Ведь инопланетяне всякие Это просто Маленькие зелёные гуманоиды Которые любят конфеты А откуда в космосе взять конфеты Вот они к нам и прилетают За сладеньким С тех пор Мальчик всегда вечером Клал на подоконник конфету Если вдруг прилетят Инопланетяне Пока он спать будет Пусть полакомятся Значит так Залезайте в кровать Накрывайтесь одеялом И начинайте бояться Сегодня я расскажу вам Такой ужас Про который вы ещё не слышали Про то Как одного мальчика перевели В другую школу Старая школа была хорошая Но её закрыли на ремонт А Серёжу перевели Как шагнёшь за порог Сюда кости А из окон скелет Лезет в гости Но делать нечего Хоть и страшно А без среднего образования Ещё страшнее Только ведь Если школа другая Значит и учителя Там другие Но людей Не похожие В одной руке У них учебник А в другой Ремень Из крокодиловой кожи Такой Что только его увидишь Сразу слёзы крокодиловые На глаза Наворачиваются А на уроках Другие дети Изучают что-то Совсем другое Не природу Средней полосы А что-нибудь Очень-очень Сложное Или какую-нибудь Гадость Невозможную Например Всё то Чем у них В столовой Корнет И если ты на уроке Не смог посчитать Сколько ног У противной Волосатой гусеницы Тебе сразу Ставят два Нет Два с минусом Нет Кол с минусом Минус с минусом Даже могут поставить А физкультура В другой школе Вовсе не физкультура Никакая А жуткие поединки На ринге Бокс Без правил Причём Бокс Со старшеклассниками И если ты Проиграешь Но каким-то чудом Останешься цел Тебя назначают Дежурным по школе Но не на весь день А на всю ночь И ты должен Ходить всю ночь По пустой школе И крыс распугивать Чтобы они Не залезли В кабинет анатомии И скелет В шкафу не сгрызли И если ты доживёшь До утра И за тобой придёт Мама То это будет Совсем другая мама Незнакомая И уведёт она Тебя домой Только это будет Совсем другой дом Тут Серёжа Даже вскрытнул от ужаса Огляделся Вокруг него ребята стоят И кто-то говорит Знакомьтесь дети Это наш новый ученик Его перевели к нам Из другой школы Вдруг все как завизжали И как бросились в рассыпную Серёжа даже удивился Ребята Вы чего это Тут одна девочка Высунулась Из-за парта И спрашивает А ты больно Кусаешься Нет Отвечает Серёжа Я вообще не кусаюсь Что я бешеный Что ли А что за чудовище У тебя сидит в сумке Да там обычные учебники А никакое не чудовище Кстати А может ты болеешь Какой-нибудь болезнью Которой бац И у нас весь класс заразится Да почему я должен болеть Кусаться И монстров в портфеле таскать Да потому Говорят дети Что ты из другой школы Серёжа засмеялся И наконец понял Что не бывает Никакой другой школы Все школы одинаковые И в других школах Нормальные учителя Учат нормальных ребятишек И не нужно никого бояться А скелеты в шкафу Они в каждой школе есть В кабинете анатомии Но это уже совсем другая история Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok